Всем привет! Сегодня готовим простое приготовление и праздничный салат. Использовать будем как бы смешивать два вида заправки. Это очень вкусно. Оставайтесь вместе со мной и будем готовить вместе. Начнем с приготовления заправки. Берем 2 ложки майонеза и 2 ложки сметаны и все перемешиваем. Сметану берите максимально жирную, какую найдете, но не меньше чем 20%, иначе она будет слишком редкая. Чем жирнее, тем лучше. Если не хотите смешивать, можно только одним майонезом, но на мой вкус вот этот салат очень вкусно, когда смешиваете напополам. Добавляем сюда немного паприки и немного перчика. Можно взять смесь перцев, если хотите. Никакие специи больше добавлять не буду и не советую вам. Перец и паприка, вот это все, что нужно. И еще заранее начисните чесночок. У меня вот такие вот небольшие, видите? Вот такие 5 зубчиков, 4-5 зубчиков дробим. Итак, чеснок. Мешаем и заправка готова. Еще по желанию можете добавить зелени, например, петрушки или укроп, мелко-мелко нарубленных. Если свежих нет, подойдет даже сухие в специях. Но это по желанию, как хотите. Так, заправка готова. Собираем салат в форме 20 сантиметров диаметром или вот в таком разъемном кольце и у меня 20 сантиметров диаметра здесь. Итак, чуть-чуть майонеза прямо вот так вот на дно тарелки. И сюда отправляем уже потертый вареный бурячок. Обязательно напоминаю, когда варите буряк, варите в подсоленной воде. Распределяем буряк вот так вот по всему дну. Где-то до 2 сантиметров получается слой. Итак, что нужно сделать? Обязательно посолить. Даже если вы солили воду, когда варили, все равно буряк присаливаем. Вот так вот сверху смазываем свеклу майонезом подготовленным. Видите, выравниваем. Слишком много заправки не лейте. Видите, вот так. Сверху смазали. Так, теперь дальше. Берем терку и берем уже вареные яйца. Натираем сверху. Салат готовится очень просто. Просто заганее нужно сварить яйца и сварить свеклу. Остальное все быстренько натирается на терке. Прям вот так. Яйца вот так вот распределяем. И яйца тоже посолить. Сюда остаток нашей заправки. Фактически ее нужно было разделить на две части, потому что майонезом смазывается два слоя. И вот так вот распределяем. Мелко нарезаем зеленый лук. Значит, у меня небольшое количество, видите, зеленое лук. Лука совсем чуть-чуть. Если лучок вот так вот зеленого у вас нет, подойдет любая зелень или мелко нарубленный маринованный лук. Но сюда лучше обычный, потому что не хочется еще заниматься маринованием лука. Поэтому вот так вот зеленый. Сверху салат засыпаем сыром. Любой сыр, который любят у вас дома, который вы обычно берете в салаты такие майонезные, вот так вот сыр. Майонезом сыр не смазываем, а посыпаем зеленым лучком. Такой салат можно сразу подавать. Значит, формочку я делаю так. Я чуть-чуть ее прокручиваю и поднимаю вверх. Вот так прокручиваю и поднимаю вверх. Вот такой салат получился. Обязательно попробуйте и напишите в комментах, как вам. Ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на мой канал. У меня много таких праздничных салатиков. Обязательно что-то найдется и на ваш праздничный стол. Силу и люблю. Бывайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok